Как бы наш президент привыкл к нему. Путин не пойдет на новый срок, а кто еще кроме него? Вы предлагаете идти воевать? Адекватный, волевой человек, и нам такой нужен. Ни одну войну он не начал, он их только заканчивал. Мне хотелось бы дожить, я еще сравнительно молод. У нас нет сейчас ни одного политика лучше, чем Собянина. Выборы в следующем году, как вы считаете, будут ли они вообще? Конечно будут. Какие кандидатуры, вот кандидаты кто? Ну не знаю кто, кто выдвинется. У нас нету вообще никого. Нету кандидатов? Кандидатов нету, ну найдутся, я думаю. Страна большая, 150 миллионов человек. Ой, не знаю, честно. То есть вот кандидаты, а они кто? Почему? Ну не знаю, как бы наш президент привыкла к нему. А не хотели бы чего-то нового увидеть, посмотреть? Считай, родились и выросли при нем. Да, родилась и выросла. Что-нибудь другое, каких-нибудь там перемен? Нет, думаю. Хотите? Выборы будут. И они будут добросовестными. Как думаете, какие кандидатуры, возможно? Появится что-то новое? Я считаю, что Путин. Все, а тогда зачем выборы? Ну, они нужны. Я думаю, что это главный фаворит. А есть еще какие-то кандидатуры? Вот у вас вы молодой, вы вот, считай, родились и выросли прием. Может быть, что-то хотели бы посмотреть или вот только фаворит? Возможно, я бы хотел что-нибудь увидеть. Есть шансы, как думаете? Есть шансы. Ну, когда вырастут, возможно. Стану прямо большим дядей. Тогда, возможно, что-то поменяется. Субтитры создавал DimaTorzok Мне кажется, только Владимира Владимировича. Почему? Потому что, вы знаете, ни одну войну он не начал. Он их только заканчивает. И он их только и останавливает всех. И если бы не Владимир Владимирович, мне кажется, уже давно тут был бы хаос в России. Поэтому пока он жив, дай бог ему здоровья и всего самого наилучшего. И это в данное время лучший президент. Все-таки слово выборы подразумевает выбор. Кто будет еще кандидатами в президенты? Вы знаете, честно сказать, я не вижу. Вот говорю, как есть. По факту. Владимир Владимирович, вот на сегодняшний день, это перспектива, это жизнь, это будущее, это настоящее. И в конце концов, люди живут, они существуют. Посмотреть что-то новое, каких-то перемен хотелось бы вам? Вы знаете, все новое, это хорошо забытое старое. Выборы у нас в 24-м году. Будут ли они вообще, стоят ли, имеют ли они смысл и что нас всех ждет? Ну, так как я не являюсь лицом уполномоченным из-за их запуска, я не могу сказать, будут ли они. Наверное, будут. А кандидатуры какие? Есть ли они вообще, кроме одной? То есть, тогда какой смысл? Кроме какой одной? Вот одной. Ну, наверное, будут. Нет имени, да. Кажется, что не будет повторения ситуации, как в Советском Союзе, когда в бюллетене надо одного выбрать, но там только один. Живем ли мы до каких-либо перемен? Мне хотелось бы дожить, я еще сравнительно молод. Да все хорошо и так сейчас, на самом деле. Выборы обязательно будут, у меня даже нет в этом сомнений, поэтому проблем не вижу в этом. А какие-то кандидаты, как вы думаете, есть они вообще? Вот так смотришь и никого ведь нет. То есть, Жириновского и того нет? То есть, зачем тогда проводить выборы, если даже нет кандидатов каких-то? Нет, ну почему? Ну, Жириновский, во-первых, неоднократно пытался избираться, его, в общем-то, он не добирал баллы. Вот, но я считаю, что, я, мое личное мнение, если будет избираться Путин, я обязательно буду его избирать. Потому что адекватный, волевой человек, и нам такой нужен. Вот, молодежь, которая раньше пыталась как бы быть, претендовать на это, молодежь у нас сейчас, к сожалению, не совсем понимает, что происходит. Все-таки молодежь хочет вот кого-то нового посмотреть. Они как бы, мы вот родились и выросли, и хочется жить вот каких-то новых перемен. Ну, понятно, что новых перемен хочется, только, к сожалению, не всегда новое бывает лучше, чем старое. Мы это уже, вот, наше поколение много раз это проходило. Вот, и, к сожалению, я пока не вижу среди новых что-то адекватное. Если будет, ну, двумя руками за. Но, к сожалению, пока я не вижу. Вы думаете, где все? Ведь у нас 140 миллионов человек, и 100% среди них есть огромное количество достойных, сильных, справедливых и честных людей, которые бы могли... Ну, вы где их? Их вот не видно почему-то нигде, ни по телевизору, ни в интернете, нет. Вы у себя вот дома, например, в своем доме, где вы живете, вы видите адекватных лидеров в вашем доме? Вы можете собрать? К сожалению, в моем доме нет. Вот, вот вы знаете, на большинство территорий нашей страны вот такая же ситуация. То есть у нас люди, на самом деле, за 30 лет очень сильно их разобщили. Поэтому пока мы не будем восстанавливать нашу общность, когда люди друг другу помогают, хотят помогать, хотят бесплатно, не за деньги, сделать какой-то общественно полезный труд, как это было раньше, да? Общественно полезный труд облагораживает. Вот пока этого не будет, ну, молодежь тоже, да, просто так ничего не хочет делать. В следующем году будут выборы президента. Полномочия Владимира Путина заканчиваются. Как вы считаете, будут эти выборы или их не будет? Ну, формально будут. Собянин выиграет. 100%, потому что Путин не пойдет на новый срок. А кто еще, кроме него, ну, Мишустин, который никакой или кто? У нас нет сейчас ни одного политика лучше, чем Собянина. Так что, наверное, Собянин будет президентом, но ничего не изменится, я думаю. Потому что, по сути, будут те же самые олигархи возле президента крутиться и ничего не изменится. Никогда не голосовал в жизни, вообще. Первый раз только, когда мне 16 лет исполнилось, за Ельцина проголосовал. А потом я что-то расстроился и больше я в жизни ни за кого не голосовал. Все подстроено, все мы... Как вы считаете, тогда зачем эти выборы? Может, их отменят? Кандидатов ведь нет никакой? Отменить не отменят. Конституция, отменить не отменят. Конституцию можно переписать и обнулить. А кто ее даст переписать? Вот она была, взяли против воли народа и переписали. Говорю, можно переписать. Ну, все. А под кого? Под нас они не перепишут. Подпишут только под себя. Что же мы делать будем? Вот как дальше жить? Как? Я не знаю. Живем и живем потихоньку. Зарабатываем. Вроде пока хорошо. Что дальше будет, не знаем. Живем как последним днем, скажем так. Это ж неправильно. Неправильно. Ну, а что? Вы предлагаете идти воевать, что ли? Нет, ни в коем случае. Оружие браться. Кто опять же пострадает? Там, кто наверху сидит, побежит. Как вот сейчас вот убежали. Там побегут, а мы куда побежим? Нам-то некуда бежать. Нам надо жить, правильно? Нам жить надо. Нам жить, зарабатывать, детей. Растить, кормить. Им, они уже все. Они себе уже создали наверху, кто есть. Они себе создали, короче, свой мирок небольшой. Как вы думаете, эти выборы будут, не будут? Обязательно будут. У нас будет все прекрасно и очень хорошо. А кандидаты-то какие-нибудь есть у нас? Чтобы выборы... Ну, знаете, дальше не будем говорить. Не надо глазить, все будет хорошо. Будет лучше, чем вот сейчас. А почему не будет? Никто о них не говорит, вот осталось... Ну, осталось-то что еще, целый год есть. Как вы думаете о кандидатуре? Вот, то есть выборы, это же... Выборы, это выбор. Есть ли кандидатура? А кандидатура, когда время придет и скажет, кто ставит свою кандидатуру. Народ кого хочет, того выбирает. Каждый человек знает свое мнение, кому выбрать. А за других как я могу отвечать? Куда они, янца, будут, в любом случае, мне кажется. А какие еще кандидатуры есть? Вот какие-нибудь вы видите? Нет, я честно не вижу. Сейчас, в практической ситуации, я думаю, что одна лишь кандидатура и нужна, наверное. Зачем тогда выборы, если всего одна кандидатура, а других быть не может? Чисто такие, формальные, что ли. Надо же выбираться по Конституции и по этим. Ее можно переписать? Ну, перепишем, значит. Я не знаю, честно, это уже не мое дело, наверное. Ну, мне кажется, с этими делами со всеми, что один человек уже разбирается в этом деле, он и должен в этом разобраться до конца, а там уже кому-то может передать, и все. Идем дальше. А посмотреть чего-то нового не хотелось бы вам передать? Хотелось бы, хотелось бы. Хотелось бы, может, что-то новое увидеть, но пора уже, на самом деле, что-нибудь новое увидеть. Доживем? Доживем. В России выборы президента в 2024 году, как вы думаете, будут ли эти выборы или не будет выборов вообще? Насчет этого не могу ответить. Потому что у нас президент Владимир Владимирович Путин. Срок полномочий заканчивается в 2024 году? Ну, не знаю. Может быть, пусть решает народ русский, как говорится, россияне. Граждане России пусть решают эту проблему. Давать какие-то прогнозы политические я все-таки не буду. Но я думаю, что какая-то процедура, соответственно, проведена будет. Но я крайне сомневаюсь, что, скажем так, они что-либо изменят, если они произойдут в стандартной форме. Если только не произойдет каких-то серьезных политических изменений глубинных. Но это уже, скажем так, не предмет для нынешнего обсуждения. Как вы вообще думаете, возможно ли какие-то перемены у нас в России и увидим ли мы кого-то другого, кого-то нового? Хотелось бы в это верить. Редактор субтитров А.Семкин